Сделаем алмаз с огранкой классический, называется огранка таблицей, делается с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани» номер 38. В этом коллекционном журнале всего 4 бриллианта с разными огранками. Приобрести этот журнал можно перейдя по ссылке в описании этого видео или многогранники.ру. Здесь рассказано интересно, как алмаз преобразовывается в бриллиант, вот какие виды бывают огранки. Мы будем делать самые распространенные 4 формы, огранка таблицей, изумрудную, восьмеркой и швейцарскую огранку. Сейчас покажу на той стороне. Здесь сама схема, как собирать бриллианты. Инструкция «Развертки». У нас здесь 4 бриллианта и 4 развертки. И тут рассказывается, для чего мы делаем огранку алмаза, бриллианта, для чего так много граней. Основная идея, чтобы свет попадал и всегда в этой части отражался, чтобы блестел. Тоже тут интересно рассказано, сколько грани бывает, самые большие какие бриллианты. Он 3106 карат. Но потом он был немного дефектный и сделано из него 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких. Здесь какие у нас получаются бриллианты, какие по размеру формы 100 миллиметров. Это достаточно большой у нас будет бриллиант. И предыдущие выпуски журнала. Достаем развертку, извлекаем. Лепестки загибаем по линии. Здесь они уже у нас загнуты, поэтому достаточно легко загибаются. Это чтобы не запутаться, я сначала загибаю лепестки, а затем тоже у нас линии здесь уже намечены. И делаем сам алмаз тоже. Прогибаем. Потому что бывает, когда собираешь волшебные грани, не по порядку сгибаешь. И бывает пропускаешь складку, а потом немного сложнее собирать. Ну это достаточно простые модели интересные. Так есть. И из этой развертки у нас уже получается сам бриллиант. Берем, склеиваем. Чтобы было понятнее, здесь каждый лепесток назван буквой А. Здесь у нас это значит, что мы первые склеиваем этот лепесток, а Б склеиваем 4 маленьких. И вторые лепестки под номером Б у нас обозначены. Клеиваем. Основная фигура готова. Теперь крышку приклеиваем. Для этого у нас в журнале осталась еще одна заготовка. Еще думаю желтого цвета для чего у нас. Это как раз для нашего бриллианта. Приклеим сначала один лепесток, а потом 3. Будет более удобнее, практичнее. Потому что сразу 4 держать, то ли 3 держать лепестка. Желательно вот эти края хорошо внимания обратить, чтобы там клей был. Потому что они могут задираться потом краешки. Получился красивый бриллиант с классической огранкой. Подписывайтесь. С вами был Жигулев Алексей. Пока. В следующем видео сделаем куб, который летает как вертолет, когда падает, крутится. Делается легко. Запускаем куб. Субтитры сделал DimaTorzok